Друзья, как я вам говорил, здесь смысл этого массажа в том, что мы гоним кровь и лимфу гоним вверх. Ну, кровь, прежде всего, мы гоним к сердцу, поэтому разбиваем участки тела на такие специальные зоны. Плечи лопаточная зона, серединная часть спины, поясница, ягодица. И получается вот примерно равными кусками, массивными, где мышцы имеют начало и конец, мы проходимся от сердца к концу ноги. Потому что во многих школах говорят наоборот, что надо начинать с пальчиков ног. То есть промассировали пальчики, потом выше, 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 выше идёте. Но смысл здесь в чём? Я не считаю, что это правильно. И в классической русской школе это немножко по-другому говорится, именно с анатомической точки зрения, потому что, да, мы все движения делаем снизу вверх, это обязательно. Но участки мы разделяем наоборот, сверху вниз. То есть сначала обрабатываем ягодицу в данном случае, да, вот если мы работаем с ногой. Потом обрабатываем бедро, потом икру, ну и так далее. Почему? Потому что если здесь мы разогнали, уже вот в верхней части, например, кровь, да, ткани напитались кровью, трофика увеличилась, да, проходимость у них лучше. Лимфа тоже уже потекла по лимфососудам вверх, да, уже начинается отток. И тогда эта, как бы, часть ноги, она начинает помогать оттоку от этой части ноги, от следующего участка. То есть она, как бы, подсасывает их. И нашими массажными движениями мы ей помогаем. Но если бы мы делали наоборот, начинали отсюда, да, то получалось бы, что вот эта вот масса, которую мы гоним, межклеточная жидкость, лимфа, крови, она как бы скапливается и чувствует упор. Здесь-то еще не разогрета, получается, нога, да, здесь она еще, протоки еще не расширены. Поэтому получается упор, получается немножко давление, испытывая человек боль. Поэтому сейчас мы начнем делать приемы массажные с ногой и начинать будем вот такими сегментами. Ягодица, бедро, икра, стопа.